Погуляли, теперь можно и в стойле отдохнуть, перекусить. А пока тёлочки устраиваются поудобнее, коровы постарше на приёме у ветеринара. Основное стадо из 120 голов галштинов рисской породы сдают анализы. Процедура важная, по результатам станет ясно, всё ли в порядке с питанием или каких-то микроэлементов не хватает. Любое отклонение от необходимого рациона влияет на надои. Уже порядка тонны, ну 900-960 литров сегодня. И каждый день динамика идёт на увеличение. То есть уже сегодня, по сегодняшнему дню, 10 литров на одну дойную голову уже получается? Уже есть, уже больше 10. А это директор фермерского хозяйства, докладывает министру сельского хозяйства республики о показателях. Оно и понятно, порода галштинов рисская для хакасии новая. Здесь ещё таких нет. Во всём мире эти бурёнки используются в промышленном производстве молока. Для сравнения, самая распространённая порода в республике – сементальская. Такие в каждом подворье есть. В среднем даёт 3-3,5 тысячи литров молока в год от одной коровы. А галштина фридская в два раза больше. То есть 7-7,5 тысяч литров. У меня вот есть мысли, ещё другие породы коров, которые мы изучаем, которые мы рассматриваем, тоже молочные, посмотрим. Но пока вот на личных галштинах, если всё хорошо, то запустим в этом году ещё одну базу. Ещё поставим 100 голов. Заниматься сельским хозяйством Евгений Байкалов начал два года назад. Придумал проект, а за помощью пошёл в фонд развития. Поняли, что это достаточно перспективное направление, что у предпринимателя хватит сил и возможности его реализовать. Подготовили этот проект на Совет развития республики Хакасия. Проект был признан приоритетным. А это значит не только производство молока, но и рабочие места. Мы всегда поддержим с нашей стороны любые предпринимательские деятельности, любых фермеров, любых крестьянско-фермерских руководителей, которые именно возрождают наше село, которое когда-то было, будем говорить, успешным. Мы сегодня всяческую одержим им помощь. И уже помогли. По программе Минсельхоза сельский бизнесмен получил 12 миллионов рублей. Деньги как раз и пошли на приобретение бурёнок и обустройство хозяйства. Сбывать молоко фермер рассчитывает местным переработчикам. Главная цель, чтобы в магазинах был свежий и проверенный продукт. Артём Михалков, Денис Тимирбулатов. Новости. Седьмой телеканал.